Дороги быть. В Афипском городском поселении завершили капитальный ремонт улицы Революционной. Теперь ее просто не узнать. Там, где прежде пролегала обычная тропинка, теперь современная автомобильная дорога. Раньше на этом месте по улице Революционной были заросли деревьев и кустарников. Было совсем не пройти, была одна обычная пешеходная дорожка. Сейчас силами администрации отремонтировали дорогу и постелили удобные тротуары. Теперь пройтись по ним чистое удовольствие. В целях исполнения государственной программы развития сети автомобильных дорог Краснодарского края в 2018 году администрация Афипского поселения выполнен капитальный ремонт дороги по улице Революционной от Школьной до улицы Суворова. Реализации проекта предшествовали подготовительные работы. Расчистили дорогу от деревьев и кустарников, нарезали кювет и провели замену водопровода и вынесли за пределы строительной площадки газовый компенсатор. И установили уличное освещение. Общая стоимость работ составила более 21 миллиона рублей. Местные жители уже успели по достоинству оценить новую благоустроенную улицу. Протяженность дороги составила почти 600 метров. Вместе с устройством нового асфальтового покрытия дороги залили бетонные тротуары, организовали водоотведение с укладкой труб крупного диаметра, выполнили асфальтирование подъездов к жилым домам. Сейчас это одна из самых лучших улиц. И все наши жители, которые здесь живут, те, кто приезжает к нам в поселок, конечно, мы показываем достопримечательности наши, вот эту улицу Революционную. Конечно, у нас есть большое желание, чтобы у нас таких было улиц несколько, хотя их уже у нас не одна, а много улиц. Поселение продолжается строительство Афибской кольцевой дороги, связывающей периферийные улицы поселка с его центром и социально значимыми объектами. Продолжаем работать, продолжаем делать. Планы амбициозные, планы серьезные у нас. У нас сейчас следующий этап. Мы все-таки закольцуем улицу Революционную. Здесь будет ходить, как мы и обещали, я обещал, будет маршрутное такси. Цель у нас есть, цель выполнима, и мы к этому идем. С каждым днем Афибское городское поселение преображается. Открытие улицы Революционной после капитального ремонта – это яркий пример оперативной работы и усилий главы поселения и разных структур. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, ТРК «Атаман». В зале районной администрации состоялась 45-я сессия совета. В ходе встречи депутаты рассмотрели 10 вопросов, сформированных по итогам заседания рабочих комиссий. Главный вопрос повестки дня – принятие бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Объем дохода районного бюджета на предстоящий год должен составить 1 миллиард 816 миллионов рублей, расход – 1 миллиард 874 миллиона рублей, дефицит бюджета – 58 миллионов. Также на сессии парламентарии дали согласие на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Черноморском городском поселении. Утвердили план программы приватизации муниципального имущества на 2019 год. В ходе сессии рассмотрели и другие вопросы. Все они нашли поддержку у депутатов. Как живем и чем дышим? Примерно такие вопросы сейчас интересуют жители поселка Ильский, до и всего Северского района. Не так давно Ильский нефтеперерабатывающий завод объявил о расширении производства. По этому поводу в Доме культуры поселка Ильский состоялись общественные слушания, касающиеся экологических последствий грядущего расширения. На слушаниях присутствовали представители администрации района и различных ведомств, генеральный директор предприятия Андрей Тагиров и обычные граждане. В начале встречи всех присутствующих ознакомили с последней актуальной статистикой, касающейся экологии и работы завода в целом. Предвосхитило дискуссию выступления председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Сергея Агеева. Основная часть слушания состояла из вопросов граждан по поводу последствий расширения. Волновали жители самые разные аспекты нововведения. Больше всего интересовало то, как все это отразится на здоровье людей. Население поселка больше всего волнует, что в последнее время стало плохо, что-то там огородок расти, какая-то там оса выпадает, слизь и все прочее. Там у нас в проекте есть влияние, значит, уже действующего завода на воду, влияние на животный мир. А о людях там ничего я не нашла. Там не было ничего абсолютно. Но там он будет сказываться на людях. Не осталось без внимания деятельность завода в плане инфраструктуры поселения. Некоторых граждан очень волнует то, как отразится будущая прибыль предприятия на жизни ильчан. Вы помните, когда вас выбирали в депутаты, прислали Валентину Ильевну, я подняла весь свой тост, за вас проголосовали. А что я от этого имела? Или вы детскую площадку поставили, или вы какую-то улицу адридировали, или сверх пролили. Скажите мне, сейчас мы ничего не имеем. Детского садика вы своего не построили, дома вы не строите для своих сотрудников, детей вы наших не лечите, спортом дети занимаются за счет других организаций. Мы лично раз не миграемся. Мы просят, мы делаем, и не пичимся тем, что это сделано в Ильский РПЗ. Перевести в деньги, ну, нет смысла, да? По людям, работающим в поселке Ильского, я сейчас позапрошлого года, позапрошлого, погоняли политику. Что мы сейчас делаем? Действительно, кадры – это проблема, в принципе, любого предприятия, не только Ильского, местные рабочие заводы. Найти кадры в поселке Ильском, ну, которые нам необходимы, очень сложно. Тема расширения производства завода и его последствий стоит достаточно остро, однако по итогам прошедшей встречи получить конкретных ответов на свои вопросы гражданам так и не удалось. Четкого решения по поводу дальнейшей судьбы поселка также принято не было. Чем закончится вся эта история, пока непонятно. Ежегодно глава Северского муниципалитета Адам Джерим дарит новогоднюю сказку детям со всего района. В Доме культуры поселка Афибского прошло яркое театрализованное представление. Дорогие дети, вот сегодня, в преддверии Нового года, мы вам дарим прекрасную сказку. Насладитесь этой сказкой, отдохните, получите хороший, добрый такой заряд. Впереди у вас каникулы, впереди праздники. Я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством. Пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, хорошего настроения, ну и чтобы только в дневнике были одни. Маленьких зрителей и их родителей на спектакле «Белоснежка и семь гномов» ожидало много сюрпризов. Невероятные спецэффекты и яркие декорации создали атмосферу настоящего волшебства и чуда. Сказка рождает любовь, птицы поют на берегу. Зрелищное представление и веселые игры с главными героями сказки и хороводами у красавицы елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вот чем запомнился этот день для ребятишек района. Предновогодний марафон голубых огоньков в Северском районе подходит к концу. Замыкающими пунктами этого новогоднего маршрута стали Михайловское и Львовское сельские поселения. Теплая дружеская атмосфера, украшенные залы и нарядная елка – все это, как и полагается, встретило граждан на предновогодних посиделках. Не обошлось, конечно, и без звонких песен. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Финальным аккордом стала новогодняя елка в Доме культуры Станицы Северской, где собрался актив поселения, работники культуры и представители депутатского корпуса. Глава района Адам Джарим поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками, поплагодарил за плодотворную работу в уходящем году, а также выразил надежды на успешное сотрудничество в году грядущем. Безусловно, не обошлось и без приятных сюрпризов. За активную деятельность в сфере благоустройства поселения наградили квартальных, чей труд помогает поддерживать достойный облик Станицы и района. Также наградой был удостоен депутат районного совета Владимир Васильев за многолетний труд на благо северского сельского поселения и северского района в целом. За заслуги муниципальной и общественной деятельности, совершенствование нормативной практики, практической базы муниципального образования сельского района председателя ГИСПА, председателя Совета РИМП. Бой курантов уже не за горами. Самое время подвести итоги года, подсчитать все плюсы и минусы, чтобы в новом, в 2019 году, исправить все то, что не успели исправить в этом. В эти праздничные дни многие из нас мечтают об исполнении заветной мечты, особенно дети. В преддверии Нового года глава фибского поселения Юрий Коваленко посетил самых юных жителей. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой он поздравил ребят с главным зимним праздником и пожаловал всего самого доброго. Как и положено, для сказочных персонажей дети подготовили стихи и песни. Можно зиму не любить, скоро будем бабу снежную лепить. Не остались без новогодних поздравлений и воспитанники Афибского детского дома. Дети не только исполнили для Дедушки Мороза стишки и песни, но и закружились в праздничном хороводе вместе с любимыми новогодними героями. В преддверии новогодних каникул отдел МВД России по Северскому району осуществляет комплекс оперативно-профилактических мероприятий по недопущению совершения административных правонарушений и преступлений на территории нашего района. Хотел бы обратиться к гостям и жителям Северского района в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году Рождеству Христовому. Ограничить управление транспортными средствами, так как сотрудниками ОГИБД по Северскому району будет организована 100-метровая зона безопасности от мест проведения праздничных мероприятий. Мировые автопроизводители каждый год стараются удивить покупателей новыми и улучшенными моделями, а также усовершенствованными технологиями. 2018-й не стал исключением. Новый китайский бренд Byton уже в январе представил электрический кроссовер Byton Concept на выставке CS в Лас-Вегасе. Он оснащен голосовым помощником и технологией самоуправления. В продаже появится в конце 2019-го. На автошоу в Детройте компания Ford показала обновлённый пикап Ford Ranger, мощнейший в США. Немецкий Mercedes привёз последнюю модель внедорожника G-класса. Как оказалось, Арнольд Шварценеггер водит такие машины уже четверть века. Этот внедорожник из Штутберта – его любимый. Компания Volkswagen обновила седан Jetta. Это уже её седьмое поколение. Женевский автосалон порадовал мощными спорткарами. Lamborghini представила кабриолет Huracan Performante мощностью 640 лошадиных сил. McLaren выпустил гоночный вариант гиперкара Senna. А суперкар Ferrari 488 Pista стал обладателем самого мощного в истории марки – мотора V8. Что касается спортивных автомобилей, то они становятся больше, лучше и быстрее. Это неизменная тенденция. Авторынок также всё больше охватывает мода на кроссоверы. Rolls-Royce в этом году построил свой первый внедорожник Cullinan. Это точно не мини-вэн. Это Rolls-Royce роскошный в каждой детали. Все стремятся выпустить электромобиль или кроссовер, потому что это два главных игрока на рынке, и их продажи на подъёме. Продолжают покорять дороги и беспилотные технологии. В этом году на улице Стокгольма выехал самоуправляемый автобус, первый во всей Скандинавии. А в Калифорнии пошли ещё дальше. Стартап AutoX запустил сервис доставки на беспилотных автомобилях. Тем временем британская компания Jaguar Land Rover задумалась о безопасности слабовидящих и незрячих пешеходов и создала систему звукового оповещения для электромобиля I-Pace. «Нужно запомнить, как звучит электромобиль, как вести себя при его приближении. Нужно понять, в чём разница между звуком электромобиля и автомобилем с бензиновым двигателем». Но власти испанского Панте-Ведро решили позаботиться сразу обо всех пешеходах и вообще запретили движение транспорта в старинном районе города. Редактор субтитров А.Семкин